Первый вопрос. В социальных сетях появились видео с самодельным кислородным концентратором, а также предлагают лечиться от коронавируса препаратами от гепатита С. Насколько это эффективно и безопасно. Да, действительно, сегодня наше население, наши пациенты для того, чтобы все-таки каким-то образом уберечься от коронавирусной инфекции или же для того, чтобы вылечиться, как они считают от этой коронавирусной инфекции и от осложнения коронавирусной инфекции, чаще всего используют многие рецепты, которыми делятся по социальным сетям, через друг друга, через своих знакомых, теми рецептами, которые были выписаны тому или иному пациенту. К сожалению, самостоятельное лечение антибиотиками, самостоятельное лечение, если вы находитесь дома, или же другими гормональными препаратами, или же другими препаратами, и теми препаратами, о которых вы сейчас упомянули, это препараты, которые лечат при гепатите С, или же препараты, которые назначаются при иммунодефиците человека, они ни в коем случае не рекомендуются, и ни в коем случае мы их не рекомендуем. Самое главное, необходимо наблюдать за своим состоянием и не пропустить тот порог, когда нужно госпитализироваться. Это, как мы уже отмечали, наличие тяжелой одышки и учтение дыхания. И когда вы попадаете на госпитализацию, то или иное лечебное учреждение, злоупотребление до этого времени самодельными различными инструментарием каким-либо, или же вот сегодня тоже мы видели в социальных сетях использование различных так называемых химических смесей, оно чревато тем, что при попадании на госпитализацию и начале необходимого лечения у человека могут возникнуть другие осложнения, которые, конечно, смогут угрожать жизни и здоровью пациента при проведении реанимационных мероприятий. Или же чаще всего мы слышим, что используются антибиотики четвертого поколения. Это тоже без проведения анализов на антибиотикочувствительность, без оценки состояния самого пациента, если у него есть какие-либо хронические заболевания, сердечно-сосудистые, скажем, или же заболевания, другие какие-либо заболевания, это чревато тем, что это может только усугубить состояние пациента и осложнить его лечение непосредственно в стационарах. Субтитры создавал DimaTorzok